Пирс 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 сделать. Была площадка, в которой была какая-то аудитория, соответственно, мы подумали, что будущий исполнитель, он должен быть не просто исполнителем, который может на студии записать свой трек и сидеть в наушниках, слушать его, а быть полноценным артистом. Человек станет полноценным артистом, если он будет выступать на сцене перед аудиторией, постоянно улучшать, улучшать себя. Ну и тем самым в коде обсуждения появилась идея создать именно уже такой проект, его перезагрузку, почему он назывался пирс-ребут. И именно не в батловом формате, а в формате концертном люди готовят по определенным заданиям свою музыку и, соответственно, выходят и выступают, и судьи их оценивают. Ну и дальше, соответственно, кто хорошо себя показал во всех составляющих, тот проходит и дальше. То есть я правильно понимаю, уже проходил, образно, да, проходил некий отбор участников. То есть вы смотрели, одна из целей проекта, я повторюсь, это повышение все-таки уровня исполнителей хип-хопа. И вы не брали каждого, да, кто хочет, вы брали все-таки более перспективных людей в этот проект. Да, было на первый сезон, когда мы вот рассылали кому-то лично приглашение, вот в том числе и Виталию лично отсылали приглашение, находили в социальной сети ВКонтакте людей наших с Владивостока. И, соответственно, у нас было на первый сезон 27 заявок и до момента обсуждения именно всех тонкостей дошло всего 14, потому что мы отобрали, ну и там прям, пока мама не видит, на балконе запишу заявку. У нас была видеозаявка. Ну и, соответственно, к подготовке именно уже дошло 10 человек и в ходе подготовки, к сожалению, а может быть и к счастью, дошло уже одно вступление на первое, 6 человек. Действительно серьезный отбор прошел. Виталий, расскажите о вашем участии в проекте. С чего все начиналось и что происходит сейчас? Ну, все началось с того, что как раз-таки, вот Валерий сказал, что мне отправили заявку, ну, предложили поучаствовать. На самом деле немножко не так было, он, наверное, перепутал меня с кем-то другим. Вот, но было все так, что у меня друг участвовал в первом проекте, который был как батловый пирс. Вот, знакомым я там участвовал. А я, ну, не батл-рэпер, то есть мне не совсем приемлемо для меня вот это, что происходит на баттлах. Вот, и он мне предложил, что сейчас будет другой пирс, другой приходить в формате выступления, как раз-таки, что я хотел. Я хотел больше выступать, работать со зрителем как-то так. Вот, и типа попробую подать заявку. Соответственно, я об этом узнал уже под конец, начало отбора людей, отправил быстро заявку. Хотелось тогда на тот момент записать что-то именно лично для этого проекта, чтобы 100% пройти дальше. Но не было времени, очень было обрезано, поэтому просто свой какой-то старый из треков записал, отправил, но в итоге прошел. Вот, отбор уже в сам проект. Далее вы сказали, что сейчас. Сейчас вот проект закончился. На самом деле приобрели большой колоссальный, на самом деле, опыт, потому что были некие рамки, были некоторые задания. И так, это просто мое мнение, что когда ты выходишь из зоны комфорта, начинается, и это и есть развитие, начинается что-то ты себе переламываешь и так далее. Ну, то есть, идешь к чему-то большему. Соответственно, также это просто опыт выступлений, так как у нас у всех, в принципе, он был недостаточно большой. То есть, кто-то вообще не выступал, кто попал в итоге в этот проект. Вот, у меня было, но достаточно немного, совсем несколько выступлений. Сейчас вот, пройдя, мы каждый этап выступали, выступали, потом закончился проект, мы также еще несколько раз уже выступили, уже под своим лейблом, вот, вне проекта. Собственно, вот, приобрели большой опыт, личные знакомства с некоторыми людьми, да. И, в принципе, на этом все... Чувствуете перспективу, да, в любом случае, это действительно развитие. Потому что, безусловно, хип-хоп, рэп-сообщество-то во Владивостоке было, но вопрос в том, да, в каком виде это было. То есть, понятно, что все собирались, скажем так, кружок по интересам, да, а вы уже сделали некие рамки, некий такой даже формат кастинга, который позволяет как раз отобрать лучших из лучших. Ну да, рамки на некоторых этапах были довольно-таки жесткие. И написать текст под бит, который вообще никому не нравится, как бы довольно-таки сложно. Понятно, что человек может, да, там, ему понравился бит, написать сразу же текст, а вот под бит, который никак вообще ни туда, ни сюда, и попробуй написать, и выступи еще с ним, то это довольно-таки сложно. Валерий у нас заскучал тоже немного. Валерий, ну расскажите о своем участии в проекте. Как у вас все было? Это все было просто, на самом деле, просто полгода перед тем, как попасть в проект, очень хотел начать свое творчество. Вот как-то наткнулся в социальной сети на данное мероприятие, вот, и отправил заявку, записал текст, отправил заявку, вот, меня взяли. И так все, постепенно, потихоньку дошли сейчас до того момента, кем являюсь сейчас, ну, это была отправной точкой, этот проект. То есть, до этого у меня был опыт большой выступлений на сцене, но это была музыкальная группа в школе, я выступал, играл на гитаре, и вокалом не занимался. И это был совсем другой жанр музыки. Это была отправная точка, которая дала толчок для дальнейшего творчества. Давайте немножечко расскажем телезрителям, которые не совсем знакомы с этим направлением музыки, да, хип-хоп, рэп, какой он сегодня, вот, я поняла, что, конечно, существуют разные форматы, это баттлы, это сольное выступление. Вот расскажите немножечко об этом, во всех ли вы направлениях в данном смысле работаете, какой-то, может быть, конкретное, сильнее развиваете, чем другие. Вот интересно об этом узнать. Ну, сейчас, как бы, у нас цель стоит на ближайшее время, это сформировать именно команду для работы музыкального лейбла. Даже, к примеру, можно просто так поразмышлять, что на одного исполнителя, который будет исполнять, даже это пускай не лейбл, а просто исполнитель как имя, порядка минимум 10 человек надо, которые будут постоянно находиться в тени и работать с этим человеком. Это студия звукозаписи, тот человек, который будет писать ему музыку, биты, битмейкеры. Человек, который будет делать обложки, дизайн, люди, которые будут заниматься пиаром. То есть, довольно-таки большая команда. У нас на данный момент 4 исполнителя в лейбле. Испытываем, да, поначалу сейчас, так как начали работать некоторые трудности, но команда формируется, постепенно начинает работа, ищутся площадки для распространения музыки. И, соответственно, уже думаем не просто музыки, потому что именно человек сейчас, почти каждый в 2019 году больше воспринимает информацию визуально, то есть ему надо смотреть. Соответственно, сейчас думаем над тем, как визуализировать аудиоматериал, соответственно, это снимать клипы. Ну и больше подумали, что надо развиваться именно вот в этом направлении. Баттл и баттлами, как говорится, есть известные проекты. Этого хватает на местном уровне. Да, будем реализовывать, будем делать проект пирс-ребут дальше, потому что почему бы не искать новых исполнителей. Может быть, кто-то найдется более опытный, чем данные ребята. Кто-то придет, решит, уже увидел проект. Ну и, соответственно, план на ближайший год – это дойти до какой-то точки, чтобы мы могли быть востребованы у определенного количества аудитории, слушателей, и, соответственно, работать, работать, работать. То есть ваш лейбл SoundSeaside – это не просто студия звукозаписи, а это полноценный масштабный проект, который делает исполнителя целиком, если можно так сказать. От образа до видеоматериалов каких-то. Да, именно вот лейбл – это лейбл SoundSeaside. Есть, да, мы недавно открыли студию звукозаписи, назвали ее подпроект, который пирс-рекордс. И это, так сказать, группа проектов будет пирс… Ну, носить общее название, логотип. А именно лейбл – это лейбл, который будет заниматься аудио-видеопроизводством, распространением музыки, именно пиаром исполнителей, и будет объединять. А студия, да, мы решили ее никак не соотносить к лейблу именно отдельно. Соответственно, на эту студию может любой желающий прийти, записать свой материал, озвучку, что угодно, заказать любые услуги, которые предоставляем. Ну, а, соответственно, лейбл, повторюсь, да, это именно распространение пиара наших исполнителей. Почему именно это направление музыкальное? Вот что конкретно каждого из вас привлекает в рэпе, в хип-хопе? Чем вы в этом вдохновляетесь? Может быть, есть особые темы, которые можно открыть, именно выразить в этом жанре? Например, для вас, Валерий. Ну, я начал этим заниматься, по большей части, благодаря своему другу, Егору Дубини. Он начинал тоже писать немножко рэп, но у него опыта мало. Соответственно, что-то получалось, даже пробовали загружать на свои площадки, людям как бы нравилось. Но там была очень узкая тема данного материала, и, соответственно, она была больше для студенческих отрядов. И, соответственно, меня как бы привлекает в том, что это довольно-таки популярная индустрия сейчас. И да, ее много, но я тот человек, который залезет туда, где много, и будет бороться в этой конкуренции, потому что конкуренция рождает как бы развитие. Ну и, соответственно, есть люди, часть людей, из которых я беру пример, не будем их называть, да, как бы это довольно-таки известные люди в России, и у них довольно-таки известные имена есть в данной индустрии. Ну и, соответственно, беру опыт с них, как они делали, анализирую, и пытаюсь уже со своими идеями сделать, возможно, и лучше. Ну и, соответственно, для тех людей тоже будет это довольно-таки приятно, что кто-то пытается сделать лучше. То есть для вас важна вот эта вот жесткая конкуренция, она для вас катализатором неким является, да? Да, потому что конкуренция не дает расслабиться, не дает отложить что-то на завтра, послезавтра, такой там через месяц сделаю, через месяц туда позвоню. Конкуренция как бы сжимает рамки, ты выходишь из зоны своей комфортности, то, что ты там привык, да, там, а, завтра схожу там в магазин, к примеру, а ты, вот, надо делать здесь и сейчас, если я сейчас не сделаю, сделаю другой, а мне завтра придется уже думать что-то другое делать. Виталий, а лично для вас почему хип-хоп выбрали? Ну, изначально, на самом деле, я очень много слушал именно русского рэпа, то есть для меня в один прекрасный момент не стало существовать другой музыки, в принципе, мне нравился именно русский рэп, никакой не английский, не американский, никакой, именно русский. В частности, это в основном был андеграунд, жесткий какой-то, скажем, с матами, рэп вот такой вот, который нес какой-то агрессивный характер. В дальнейшем, слушая несколько лет такую музыку, я подумал, почему, вот, она мне нравится именно тем, что, ну, по духу, то есть, значит, меня тоже что-то подобное тревожит, да, значит, я тоже что-то могу сказать. Я подумал, почему бы не попробовать. Написал первый трек, и, в принципе, я подумал, что у этого есть потенциал, но, естественно, он не был сразу хитовым и очень крутым, который нужно было показывать, но на тот момент казалось... С чего-то начинаем, по-моему. На тот момент, конечно, казалось, что это круто, начал показывать, записывал на диктофоны, типа, вот, друзья, смотрите, слушайте, очень прикольно. Вот, и это стало способом самовыражения, то есть, то, что у тебя внутри, да, ты можешь высказать какое-то, даже, ну, социальная какая-то проблема, да, если ты которого видишь, и тебе хочется сказать о том, что неправильно живет общество, ты можешь это высказать, и, в принципе, ну, кто-то услышит, да, может быть, до кого-то подойдет, и это тоже будет, можно сказать, он найдет там частичку себя, ну, и, может быть, его как-то замотивирует, там, исправится, если это какой-то пример состоит в тексте. Вот, и на данный момент уже рэп стал нечто больше, чем просто самовыражение, потому что, пройдя проект, я понял, что все время нести негатив – это не совсем правильно. Ну, то есть, каждый живет, как он хочет, да, и, как бы, если ты посвящаешь довольно много количества треков этому, ну, от этого ничего не поменяется, вот. И смысл быть рэпером как таковым, просто читать текст, да, негативный, если есть возможность стать артистом. Выступая на сцене, люди не хотят слушать негатив, им, ну, по большей части хочется позитива, да, танцев, возможно. Вот, и я сейчас как-то переосмыслил свое творчество. Это не значит, что я в корне поменял, теперь я там пою музыку для девочек, да, грубо говоря. Нет, такого нет, но, тем не менее, я взял этот какой-то жесткий формат, выкинул оттуда мат, оставил, ну, более такой лояльный текст и, скажем так, кладу это на биты более, не жесткие биты, то есть, более клубного формата и так далее. То есть, сейчас я, мне проект дал возможность понять, что просто читать рэп о том, что ты хочешь, это не совсем то, если у тебя цель есть стать артистом. То есть, уже тоже некое развитие, да, от такого максимализма в творчестве у вас произошло. Валерий? Ну, у меня история, как у большинства подростков была, сейчас эта музыка очень популярна, но если берем промежуток времени, года 4-5 назад, я слушал рок, альтернативный, инди, поп, и я ненавидел рэп, вот, всеми своими. Интересно. Ну, очень многие люди, на самом деле, вот, когда не любили, тогда была популярна другая музыка. И приехал я учиться в город, поселился в общежитии, и со мной жил сосед, который, собственно, был диким фанатом рэпа. И как-то он включил батл на ютубе, и мне очень понравилось. Это был Оксимирон против Джонни Боя, вот этот такой самый взрывной батл, и с него пошла отправная точка, как я начал слушать хип-хоп. Ну, и музыкой я хотел всегда заниматься, просто до этого это была другая музыка. Вот, и постепенно тоже думал, блин, надо придумать что-нибудь свое, и писал, смотрел, искал музыку, пытался понять, как это все делать, потому что это довольно-таки очень сложно. Вот, и потом наткнулся на проект. Даже исходя вот из нашего разговора, да, уже можно сделать вывод, даже тем, кто не знаком хорошо с этим жанром, что русский рэп, он имеет очень много таких направлений своих, да, кто-то там читает жестко, кто-то более легко, кто-то в клубном формате и так далее, и так далее. А вот мне интересно, есть ли какая-то отличительная особенность у дальневосточного рэпа? Вы его представители сегодня, да? Какая, Валерий? Ну, это точно не у меня, надо спрашивать. У нас, ну, у нас старая школа очень развита, это толсткул, андограндт. Ну, это как с моей точки зрения. А расшифруйте, вот, чтобы зрителям было понятно. Ну, это старое звучание старых годов, тяжелые текста, тяжелой жизни, с монотонным, таким, медленным битом. Ну, не особо музыкальное, так сказать, сопровождение в этих треках. То есть больше речитатива, нежели какого-то музыкального, да, сопровождения. А на ваш взгляд, Виталий? Ну, на мой взгляд, на самом деле, по поводу дальневосточного рэпа, я хоть и слушал всегда русский рэп, но дальневосточный как-то мне не попадалось, кроме нескольких MC, ну, и, в принципе, на мой взгляд, они и сейчас бы неплохо бы звучали, свежо. Но, в принципе, в дальнейшем, когда я начал заниматься, мне стало тоже интересно, я послушал вот этих старых людей, кто давно этим занимается, то есть уже взрослые люди, которые даже некоторые бросили уже хип-хоп, там, дети у них работают и так далее, я послушал. И есть, да, в этом что-то свое, но на самом деле, на мой взгляд, неправильно разделять его рэп, хип-хоп по территории. То есть везде есть свои отлетения, но в плане здесь, вот даже если взять этих старых взрослых рэперов, ну, старых, я имею в виду, не возраста, олдскул, да, олдскул, да. Таких же можно найти, я так полагаю, и в Москве, и найти похожее звучание у людей. Поэтому просто это разная музыка, рэп, это одно общее слово, в котором много тысячи составляющих, и каждый пытается найти что-то новое, соответственно, везде можно найти похожести. Валерий? Ну, я бы не разделял даже, так же, как и Виталий сказал, по территориям, потому что, как бы, это не та музыка, которая, там, да, кто-то поет, то, что я там живу в таком городе, да, там, и тому подобное, о каких-то ситуациях в данном регионе, но именно разделять данное направление музыки по территориям, ну, не совсем правильно, потому что, как говорится, «Рэп он в Африке рэп», да, как бы, просто везде свои понятия, как он должен звучать, вот и все, то есть у нас понятия немножко еще, да, как бы, не то чтобы старые, да, но больше людей привыкли слушать то, что было раньше. На Западе уже люди переходят к более известным исполнителям, они более быстрее воспринимают информацию новую, которую до нас, как не знаю, как бы, почему такой стереотип есть, ну, как бы, так оно и есть. Немножко долго доходят новые какие-то направления и новшества, хотя просыпаемся всегда мы раньше, если брать точку России, да, как бы, не считая, там, Камчатка, Миндальний Восток. Поэтому территориально разделять, как бы, это, ну, совершенно неправильно будет. Давайте сейчас делаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Проект вообще изначально появился с целью того, чтобы, как мы говорили, развивать и повышать уровень исполнителей рэпа и хип-хопа на Дальнем Востоке. Существует он уже какое-то количество времени. Так вот, можно ли говорить о каком-то результате положительном? Да, можно. Я думаю, вот Валерий как раз расскажет. Проект длился чуть больше полугода, и в декабре, если не ошибаюсь, или в декабре, да? Закончился. Я не дошел до конца. Я слетел где-то в октябре или в ноябре, если не ошибаюсь. На протяжении всего проекта я писал, соответственно, песни. Пытался развиваться, потому что, как я только вступил в проект, буквально первая песня была написана там. И на протяжении всего этого этапа я писал, развивался. Полностью шло развитие в себе, в творческом плане, в текстах и понимании музыки. И в октябре, в полуфинале я вылетел, и там тоже был один участник, Валентин. Вот он сейчас тоже на лейбле. Мы с ним решили посотрудничать с того момента и писали вместе совместный релиз. И неделю назад, в итоге, когда мы подредактировали и сделали полностью все этапы над альбомом, обложки, публикации на площадках и так далее, я выпустил свой сольный релиз, состоящий из 11 треков, и мы выпустили с ним наш совместный из 5 треков, маленький мини-альбом. И его сольный релиз 6 песен в нем. Ну то есть уже есть плоды, скажем так, сотрудничества с лейблом музыкантов. А повторите, пожалуйста, Валерий, сколько на данный момент у вас резидентов лейбла, так сказать? Четыре. Четыре человека? Да, четверо. Но я так понимаю, хотелось бы как-то расширяться, находить новые лица, новые голоса. Планы есть на ближайший год. Это немножко увеличить количество, но пока мы останемся на том, что работаем именно над четырьмя рэп-исполнителями. Дальнейшие планы – это уже, скорее всего, не рэп-исполнители. Мы их пока открывать не будем. Это идет в ходе обсуждения, немножко уже начинается даже производиться работа. Это немножко другое направление музыки. И, соответственно, через популярные каналы выйти на эту музыку, соответственно, и уже, соответственно, потом, точнее, сначала подписать данных исполнителей на себя, соответственно, произвести какую-то работу, и уже исполнители дальше будут сольно выступать. Но сначала как бы не с авторской музыкой. Очень круто, когда в данной музыке звучат женские голоса, женский вокал. Может быть, даже в виде рэп-исполнителей выступают девушки. Сейчас это популярно, и это действительно интересно. Хотелось бы вам иметь девушек в своей команде. Есть ли, может быть, такая потребность? Может быть, кто-то посмотрит программу и захочет присоединиться к вам? Вот как раз то, что я сейчас говорил. Я раскрыла ваши эфиры. Да, вывели, так сказать. Да, это будут, скорее всего, две девушки-вокалистки, и с ними будет производиться работа абсолютно в другом жанре музыки. Ну и, соответственно, в дальнейшем какая-то коллаборация будет происходить между исполнителями на лейбле. Почему бы и нет? Если девушка с хорошим вокалом, и это будет красиво сочетаться со словами ребят и хорошо ложиться на музыку, то почему бы и нет? Как вы сами говорили, это, я думаю, не секрет ни для кого, что при такой мощной продюсерской работе очень важна большая команда. Это огромный штат сотрудников-то на самом деле, потому что один человек, он не может делать всего. Конечно. И, конечно, я так понимаю, ваши двери в этом смысле открыты. Может быть, есть желание сейчас озвучить, какая помощь необходима. Может быть, вам даже меценаты нужны. Потому что на самом деле это достаточно затратно. Да, сейчас ведется довольно-таки с большими крупными проектами по России, которые недавно подводили итоги в сфере бизнеса крупного. Сейчас с ними ведутся переговоры по поводу поиска инвесторов как раз. Ну и, соответственно, мы всегда открыты для людей. Это большой штат людей нужен. Именно данная индустрия, чем мне еще нравится, то, что здесь в теновой работе, именно как продюсера, ты охватываешь все абсолютно сферы. Это юридическая, финансовая, экономическая, музыкальная. И не только, потому что со временем ты, ну и коммерческая составляющая, ты начинаешь взаимодействовать с любыми компаниями абсолютно, которые занимаются совершенно другим. Думать коллаборацией с ними. Будь то одежда, будь то, не знаю, там, какая-то косметика, да, грубо говоря, если так. Вот, и поэтому как бы в плане данной работы люди как бы абсолютно со временем будут набираться разного направления. Соответственно, да, там, будь то дизайнеры, будь то копирайтеры, те, кто ведут социальные сети, связи с общественностью, да, со СМИ, там, к примеру, с крупными компаниями взаимодействовать, юристы, то есть все это, все эти люди необходимы и в дальнейшем как бы будет набираться в штат. Понятно, что если мы сейчас удачно закончим какой-то этап переговоров с кем-то и найдем, соответственно, средства для ускоренного развития, так сказать, вот, то, соответственно, да, эти люди будут быстрее приниматься и уже, соответственно, на какой-то коммерческой основе с нами работать. Пока как бы ищем людей, которые готовы поработать, потому что, ну, чтобы, как я сейчас объясняю людям, чтобы как-то перейти на коммерческую основу, чтобы вы что-то за это получали именно материально, да, там, финансово, то, соответственно, надо проделать какую-то работу, чтобы заявить о себе, именно, то есть мы в лице исполнителей можем только о себе заявить, то есть продвинуть их и, соответственно, в дальнейшем уже пойдет поток обратный, мы сможем на коммерческой основе содержать людей и производить более качественную, работу. Какие еще планы, помимо развития продюсерской компании, все-таки интересно узнать, может быть, в ближайшее время будут какие-то выступления, как вас найти, как к вам обратиться, потому что наверняка появятся желания. Ну, в общем, вы же говорили, да, что будут, вы планируете еще отбирать музыкантов себе в команду. Так вот, как это будет происходить, когда? Именно сам проект Peerser Boot, скорее всего, будет запущен только в октябре, в сентябре месяце, пока мы приостановили. Есть время подготовиться. Да, есть время подготовиться. Сейчас именно ведется плотное размышление по работе с нашими исполнителями, именно если брать в плане выступления, чтобы люди могли не только послушать, а увидеть. Сейчас планируется такие, то есть, мини-тур по 3-4 городам в Приморье. Сейчас, ну, с крупными городами это Уссуриз, Большой Камень, находка пока в разработке идет. То есть, соответственно, если мы найдем компромиссы с данными городами, клубами данных городов, соответственно, поедем туда и в дальнейшем, в апреле, в мае планируется уже сольное выступление именно исполнителей как лейбла, без какого-либо проекта и тому подобное. И именно в Водолее будут и их сольные мероприятия, где они могут представить свою уже новую музыку. Ну, то есть, планов у вас немало. Так вот, я желаю, чтобы они как можно скорее реализовались. Желаю вам поддержки мощной, потому что действительно помощь необходима. Я думаю, что будут желающие, которые захотят помочь ребятам из команды развиваться, развивать культуру, повышать ее уровень. Спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова